В прямом интернет-ТВ эфире «Новые пермские граждане». Герой дня от первого лица. Николай Иванов. Добрый день. Добрый день. Политтехнолог и пиарщик, дектора по связям с общественностью ООН Новогор-Приканье. В прошлом пресс-секретарь губернатора Пермского края 2005-2006 год. Да, все верно. О чем? О том периоде. Ну, период был интересный. Нельзя сказать, что я о нем скучаю очень сильно, но вспомнить есть что. Это был опыт. Олег Анатолий Черкунов, человек достаточно интересный. Поэтому считаю, что прошел этот период с пользой. Определенные для себя я сделал и выводы, и понимание, наверное, того, как можно выстраивать работу на таком достаточно высоком уровне. Но все в жизни, наверное, заканчивается. Надо менять соответственное место работы и направление. Поэтому не могу сказать, что я скучаю. Я вообще не очень люблю вспоминать прошлое. Я считаю, надо всегда жить в будущем. Но ностальгия не подвержена, честно говоря, обычно. Считаю, что нужно жить в каждый конкретный момент, здесь и сейчас, и думать о перспективе. А не о том, что там было 5 лет назад, тем более, там больше. У меня в жизни подход такой. Поэтому я никогда ни о чем не жалею, в принципе. Ну и, наверное, ни о чем не скучаю тоже. А вот интересно, Олег Анатольевич. Будет ли он скучать по этой прекрасной работе? И о чем будет жалеть, на ваш взгляд? Ну, наверное, этот вопрос надо Олегу Анатольевичу задать. Скорее. Вот я вам советую его пригласить к себе тоже. Потому что, я так понимаю, у него сейчас больше гораздо появилось свободного времени, чем раньше. Как частное лицо. Да, как частное лицо. То есть, насколько я знаю, он сейчас и на Фейсбуке присутствует постоянно, и в Твиттере. Ну, он там как виртуальное лицо, как привидение. Значит, ну, не знаю, я думаю, что он читает все. Поэтому, если вы к нему обратитесь с предложением прийти, с учетом коммуникабельности Олега Анатольевича, и наличия, как мне кажется, большого сегодня количества у него свободного времени, почему бы не прийти и не задать этот вопрос ему. Ну, я могу лишь высказать свою точку зрения, что Олег Анатольевич человек очень деятельный, безусловно. И, наверное, ему достаточно тяжело сейчас переходить из состояния, когда он по 20 часов в сутки, грубо говоря, что-то делал, рождал идеи, генерировал какие-то направления. Сегодня, по сути, так получилось, что вот он ушел с губернатора, и получается, что на сегодня пока ушел никуда, насколько мы видим, никаких должностей, там, более, там, какого-то высокого федерального уровня, либо в бизнесе на сегодня ему не предложено. И, как он сам сказал, он сейчас является доцентом высшей школы экономики, поэтому, мне кажется, ему достаточно тяжело сегодня внутренне переживать вот этот период. Тем более, как мне кажется, ну, это мое субъективное мнение, все-таки ушел он не совсем так, как хотел. Мне кажется, что у него в голове иной несколько был сценарий. Вот. И судя по тому, как прошла передача дел в краевой администрации, по всей видимости, ну, так скажем, Олег Анатольевич ушел, наверное, не очень хорошо, не очень так, как ему бы хотелось, но вот, в моем понимании, что такое хорошо, это вот если бы он сегодня там или вчера вместе с Басарагиным вышел, там, провел пресс-конференцию. Ну, как мы помним, это было, когда уходил Трутнев, да, они вместе тогда с Чирокуновым в последний день пребывания Юрия Петровича встречались с журналистами, то есть было очевидно, что... Но они были самыми, да, нет, так я об этом и говорю. Я об этом и говорю, что в этой ситуации на сегодня у меня не возникает ощущения, что Басаргин – это тот человек, которого, наверное, Олег Анатольевич хотел бы видеть своим преемником. Ну, опять же, наверное, это как бы чисто мое мнение, Олег Анатольевич на этот вопрос, я думаю, не ответит никогда, но думаю, что эта фигура, безусловно, вызвала у него разочарование, когда, видимо, ему назвали в Москве Виктора Федоровича Басаргина, как его преемника, ну, не знаю, кто, наверное, люди в администрации президента, либо там сам президент. Скорее всего, дело было так, я не думаю, что Олег... Какой президент? Действующий или будущий? Я думаю, что все-таки действующий, мне так кажется. Опять же, все, что я говорю, это мои предположения. Я думаю, что Басаргин, безусловно, это та фигура, которую Олег Анатольевич никак не лоббировал на свое место. Более того, я думаю, что для него, наверное, было, когда он услышал впервые эту фамилию, ну, возможно, это было достаточно неожиданно. Потому что в моем понимании Чаркунов и Басаргин, опять же, я говорю, из Басаргина знаем, да и не только я, наверное, все жители Перми и Пермского края знают только те, кто его знают виртуально, по телевизору, по каким-то его выступлениям. Мне кажется, вот... Да мы не знаем, первый раз слышал вчера. Кто-то, первый раз, кто-то, значит, все-таки слышал... Но вы же не политтехнологи, поэтому мы не знаем про этих серых чиновников бесконечных. Ну, не знаю, но в моем понимании... ...эсконечных. Значит, в моем понимании Чаркунов и Басаргин два абсолютно разных человека, вообще и по жизненному пути, и по менталитету, поэтому, безусловно, ну... Я уверен, что... А смотрите, а в чем же они разные? Чаркунов был в ЛКСМ тоже, да, комсомольцем был? Деловым. Он был вторым секретарем, насколько я помню, Ленинском ком, или первым даже. Вот сколько лет? В ЛКСМ, 80-е годы. А Басаргин-то тоже сделал карьеру комсомольцем? Да. А потом сразу же, в втором ушел в облименно имущество. Ну, так вы посмотрите, у них жизненные пути абсолютно разные на самом деле. Кроме комсомола ничего общего нет. Ну, это такая советская номенклатура, да? Оригард партии. Ну, правильно, они оба начинали в комсомоле. Но если, значит, Чаркунов, как мы знаем, у него был период работы в спецслужбах, потом он занялся бизнесом, то у Басаргина это чисто карьера государственного служащего. Партхоз номенклатурный актив. Более того, вы сегодня видели его пресс-конференцию? Видел, конечно. Такой подход небольшой, да, на 20 минут. Он так говорит, что я не могу его слушать. Я ничего не могу понять, да? У него так все фразы проскальзывают, и у меня ума не хватает, чтобы понять, о чём он говорит. Вы там поняли, что он мил в беду? Почему? Я очень много что понял из этого. Ну, вот объясните нам, политтехнолог. Что он зашифровал под этими всеми сообщениями, ничего не значащими? В моём понимании он зашифровал там одну общую такую мысль, что будут перемены в Пермском крае. То есть, он, в общем-то, там в нескольких позициях, он дал понять, что... Узкие места очевидны. Он назвал несколько сфер. И, кстати говоря, это как раз те сферы отрасли экономики, социальная сфера региона, которые подвергались наибольшей критике положения. Там это медицина, это как раз взаимоотношения с промышленными предприятиями. То есть, у меня сложилось впечатление, что Басаргин владеет очень хорошо как раз ситуацией. То есть, у него достаточно много информации действительно о том, что в реальности происходит вот за этим фасадом культурной столицы, который был построен. Ну, просто он-то на этом языке птичьим изъясняется, да? Ну, он политик, а как он будет еще? Он что сейчас вам скажет, что... Он не политик, он чиновник. Да, политика далеко не будет. Ну, давайте не будем пока отдавать оценок, посмотрим. Да, вообще, информационный повод не только Черконов и Новый в Рио, а мне очень понравилась ваша запись в Фейсбуке, да? Можно процитировать, конечно, частично. Вы пишете, мол, Басаргину 55 лет, и это плохо для карьеры. Ну, это не я сказал, это сказал политолог пермский, господин Подвинцев, это я его цитировал. А вы вспоминаете Игумнова, он стал губернатором в 60 лет. Да, именно так. И он не перерывался перед Москвой, а просто работал и решал проблемы регионов. Он был скучным и некреативным, уж этим скучным я помню точно, но при нем власть стала донором. Вот эта зона региона. Регион стал донором. Промышленность работала, да, регион, да. И была самая свободная пресса, с этим соглашусь. Никакого сравнения, конечно, с нынешней эпохой нет. А в бюджете не было никаких денег на пиар краевой власти. Вот про это поподробнее расскажите. Вы там кем были? Я никем там не был. Я на самом деле никогда в органах власти не работал, кроме короткого периода, когда я был пресс-секретарем Черкунова. Но при этом я со всеми, так скажем, советниками по пиару всех губернаторов был хорошо знаком. Игумнова был руководитель пресс-службы такой Соболев Анатолий Михайлович, с которым мы очень были хорошо знакомы еще по совместной работе в газете «Звезда». И на самом деле в тот период в областном бюджете, что касается работы со СМИ, средства были заложены только исключительно на публикацию нормативно-правовых актов. То есть это речь шла о законах, о подзаконных актах различных, о постановлениях законодательного собрания и прочее. То есть никакой там отдельной строки, как таковой, на информационное обеспечение в том понимании, в котором оно сегодня существует, когда заполнены телеканалы и газеты проплаченными из бюджета, то есть за наш с вами счет материалами о том, какие хорошие власти региональные, тогда этого не было. И именно поэтому я считаю, что тогда были самые свободные у нас средства массовой информации, потому что они писали в принципе все, что хотели на тот момент. И губернатори, и краевообластной администрации, и тогдаши. Но Госканал, я помню, тогда уже был, там бесконечно были новости Геннадия Игуманов, Геннадия Игуманов, первые новости. Ну, извините, Госканал, это ГТРК, это особая статья, они тогда действительно финансировались из бюджета в том числе, но они тогда, другая была ситуация, тогда же не было вот этого вертикали ГТРКшной, тогда была телекомпания ТСИ, чисто местная. Она, безусловно, финансировалась из бюджета частично, и естественно, что поэтому они какой-то вот госзаказ выполняли. А что касается, так скажем, негосударственных каналов, там ВЕТа на тот момент была, Арифей уже был, то есть тогда не было такого понятия, как вот работа по информационному обеспечению работы органов власти со средствами массовой информации. А еще помню, когда Игуманов проиграл Трутневу, да, как-то он так достойно ушел, хорошо, да, без скандала, где там внутри были какие-то терки. Ну, тогда была сложная достаточно ситуация, на самом деле, я считаю, что, конечно, Геннадий Вячеславович совершил ряд серьезных ошибок, уйдя сначала, как мы помним, передав там Трутневу как бы власть, потом вернувшись в избирательную кампанию, то есть это, безусловно, уже в той ситуации нельзя было выправить. Естественно, он смотрелся не очень хорошо, там не очень здорово, ну, а то, что тогда он ушел достойно, ну, он ушел, да, так, и он проиграл выборы, он ушел, пришел там Трутнев, поэтому произошла такая смена поколений, скажем, вот той, которой не было в Средловской области. То есть там Россель как пришел в 92-м году, а вот Россель и Игуманов, в моем понимании, близнецы-братья во многом, то есть они одного возраста, и там жизненный путь у них похожий, вот, это все как бы поколение Ельцина, да, Свердловский Россель там был с 92-го, и вот совсем недавно, там, он 3 года назад только ушел, у нас эта смена там произошла поколений, вот именно в 2000-м году на выборы. Это на самом деле было поколение Игумного Росселя, я считаю, мастодонты, вот, то есть это действительно люди, вот, как я сказал, которые, может быть, не придавали большого значения пиару, но они были очень хорошо подготовлены именно к тому, чтобы управлять крупными регионами промышленными. А с эпохи Игумного у нас изменилась вообще структура даже не власти, а вот промышленности? Ну, условно, изменилась. Условно, точно. Но она изменилась, знаете, хотя бы в том плане, что при Игумнове все-таки собственники всех основных промышленных там предприятий, городообразующих предприятий Пермской области, они все-таки были пермские собственники, то есть рычагов воздействия, соответственно, у губернатора на них было больше, с одной стороны, с другой стороны, ему проще было с ними договариваться. То есть помните тогда и Рыболовлев, значит, был здесь, там, у Ралкали, и были собственники, ну, там, Мотовилихинских заводов тех же, там, Булаев был красный такой директор еще, да. Ну, может быть, вот пермские моторы только первыми ушли, скажем так, из региона, там появился интерос как раз еще во времена Игумного, но в целом, безусловно, работать было проще в конфигурации, когда собственники в основном все-таки местные пермские, и с ними проще найти общий язык и рычагов воздействия не больше. Потому что сегодня ситуация у нас, безусловно, другая, собственники все в Москве находятся, то есть практически ни одного крупного предприятия, ну, может быть, там, за исключением Метафракса, где там собственник Горслян, значит, с компанией, которая непосредственно здесь живет в регионе, по сути, ну, сходу я, наверное, даже больше и не назову. А у нас инвестиции только сейчас идут в IT-сферу, и все, насколько я слышал. Других нету никуда. Вообще кто инвестирует? Ну, это я как бы не знаю, я про инвестиции на смотреть, значит, конкретные вещи, конкретную статистику, но у меня ощущение, что сегодня в Пермский край инвестиции не идут, к сожалению. Несмотря на все там попытки Олега Анатольевича, еще в свое время вот это 24-20 проект, снижение там налога на прибыль, ну, как бы, на мой взгляд, эффекта это не дало для региона. Там цифры конкретные, я помню, приводил Агишев, когда вбивался отмена этой льготы через законодательное собрание. Я думаю, что, ну, на сегодня, к сожалению, ситуация такая, что вот, как, может быть, такую аналогию приведу, много очень шума, много, значит, пиара, много вот этого и пены, как бы, которая вот все покрывает. А в реальности, к сожалению, на мой взгляд, ситуация очень сложная у нас, если не катастрофическая в некоторых отраслях. Вот я вам такой пример приведу. Вы любите образы, да? Вот мне кажется, что главная беда Олега Анатольевича, то есть, вот он, как бы, вот по принципу работал, и вот его администрация, когда, скажем, вот у человека в организме, значит, уже идут метастазы, там, значит, цирроз печени, там, условно говоря, там, раковые опухоли. А он, вместо того, чтобы вот это все лечить, он, значит, начинает делать косметические операции себе, там, значит, нос выправлять, там, веки подтягивать. То есть, ну, мне кажется, что когда в регионе, вот, на мой взгляд, существуют серьезные, там, системные проблемы, там, в здравоохранении, в ЖКХ, в ЖКХ, я вообще могу сказать, что я работаю в этой сфере, там, ситуация просто катастрофическая. В других отраслях, там, в сельском хозяйстве, при этом, пуча денег вкладывается исключительно в одно направление, там, в создание вот этого образа культурной столицы. Там есть, безусловно, позитивные вещи. Вообще, вот, я сходил на концерт Курензиса, на симфонический, но это блестяще, безусловно, это плюс, то, что такой человек сегодня у нас здесь живет и работает. Но, к сожалению, в основном, как мне кажется, вот, больше все-таки пены пришло вместе с господином Гельманом и с этой культурной столицей. И, как всегда, наши блогеры очень образно выражаются, я бы даже сказал, пермские блогеры, они живописнее пермских журналистов намного. Я согласен, абсолютно, потому что настоящая журналистика сегодня во многом ушла в блоги в Пирме. Рудольф Чичиков, наш известный персонаж, экономист из Пирме, давняя звезда «Эхо Москвы» часто его перепечатывают. Мне очень понравилось его последнее эссе, которое называется «Это губернатор острова Борнео, знак вопроса». И одна цитата, вы прокомментируете, да? Случился пожар в Хроновой Луше, дальше пишет Рудольф. «Фестивальная жизнь переметекла сама по себе, все больше превращаясь в закрытый клуб для вид-персоны, приезжих культурных подрядчиков. А жизнь города и края протекала где-то мимо, и они все реже и реже пересекались, все реже и реже, а потом и вовсе разошлись». Ну вот, на 100% согласен. Я тоже считаю, что как бы, как вот сам Олег Анатольевич Черкунов, это их, ну, как минимум два, я считаю, их больше на самом деле. Но есть Черкунов на экспорт, как бы, да, то есть, Черкунов либерал, Черкунов там, да, Черкунов там, поборник свободы. Это Черкунов на экспорт, это Черкунов там для Болотной площади, для господина Алексашенко там, который там стинается в своих блогах по поводу ухода губернатора. Есть второй Черкунов. Это Черкунов для внутреннего употребления. То есть, это тот самый Черкунов, который внедрил вот это абсолютно гибельное, я считаю, фондодержание в медицине, которое ведет только к полному развалу вообще сферы здравоохранения, о чем, кстати, вот Басаргин сказал. Мне вот это, кстати, понравилось. Я этот месседж-то понял как раз. Потому что вы просто, может быть, не знаете. Ну, про месседж-то в конце мы еще скажем. Вот эта система, когда подушевое финансирование в медицине, она сегодня ведет к тому просто, что люди, которым необходимо лечение в стационарах, в итоге туда не направляются. Потому что иначе поликлиника теряет деньги, которые за ними уходят в стационары. В итоге стационары вынуждены сокращать койки. Вот мне недавно только сказали, что вот в неврологическом отделении, там, краевой больницы очередное сокращение коев, хотя и так уже вроде бы некуда. Экономия на всем. То есть, ну, это вот один. Сады библиотеки закрыты. Да, библиотеки. Это как бы второй аспект. То есть, вот какую сферу не возьми. Ну, вот про ЖКХ я уже сказал, тут я знаю, в Перми изнутри ситуацию, что сети там изношены на 80% в городе. Значит, при этом Новогор тот же, ну, немножко порекламирует свою компанию. Мы об этом давно говорим. К сожалению, отклика, ну, как бьемся лбом об стену зачастую. Басаргин сегодня сказал, упомянул про вашу сферу. Да, я знаю. Он, кстати, у нас был. Якобы инвестиции планируются. Басаргин, кстати говоря, когда был перед выборами в Перми, в единственный раз, когда он еще был министром, он посетил из всех объектов только наши Чусовские очистные сооружения Новогора. И он знает, действительно, ситуацию с водоснабжением. То есть, у вас по-дороге стени стяги. Не, ну, просто я говорю, что он, действительно, тогда из всех объектов крупных был только у нас в тот момент. Потому что как раз решалась проблема водоснабжения Краснокамска, которая так и опять, как мы видим, не решена до сих пор. Ну, может быть, он вот в теме, он начнет и теме. И вот, кстати, водоснабжение Краснокамска, пожалуйста, тема, которая длится там уже, значит, лет шесть. Вот. Никак не решается. Каждый год принимаются там какие-то решения, которые не выполняются. Всё остаётся на бумаге. Вот на прошлой неделе только была Аллахия. Я здесь была, говорила, что ведь с самого начала она просила тоже новое здание. Причём яркий-яркий очень момент. Во время эфира здесь, прямо до эфира, она здесь сидела на вашем месте. Олег Анатольевич позвонил на сотовый телефон. То есть, он про неё помнит. Но новой галерей не... Олег Анатольевич много, наверное, чего помнит. Только вот я напомню ещё одно, что в шестом или, по-моему, в седьмом году был проведён ещё, помните, конкурс на новое здание галереи. Ещё Олег Ощепков тогда был министром культуры и этим занимался вопросом. И даже там достаточно, насколько я помню, приличные суммы были потрачены из краевого бюджета на работу конкурсной комиссии. И потом был даже выбран проектом «Победитель», который, по-моему, тоже какую-то получил денежную премию. И потом всё это снова у нас... Если в сити-фестивале собрать бюджеты, да, которые профуканы, да, ушли в салюты, хватило бы на здание, наверное, да? Я думаю, что да. Осталось бы после него. А сейчас что осталось от Олега Анатольевича? Ну, от Олега Анатольевича я, знаете, не хочу, вот я больше всего не люблю там, когда, говорится, бить там, поверженного льва, как говорят, там, или плевать там сторону. Я хочу сказать, как бы, нет, я хочу сказать, что вот я, например, первые годы, и даже уйдя уже от него где-то до года, до седьмого, до восьмого, в общем-то, я позитивно оценивал его деятельность до появления Гельмана с компанией. Когда, помните, он дороги строил, сделал вот дамбу, обход, да, дамбу, стаханово, это, я считаю, великое дело. И... Вот, для оценивания, с центра быстро можно дарить дамбу. Да, это за это ему низкий, кажется, поклон, на самом деле, от всех пермяков, и вот тот этап его деятельности, он действительно был позитивный. Но вот с восьмого года, с появления Гельмана и Гельмановщины, и вот всего того, что там было дальше, ну, у меня чем дальше, тем более, к сожалению, нарастали негативные настроения. Вот, и, конечно, в последние годы, я это не сейчас говорю, а те, кто там читал меня в фейсбуке, там, я выражал, в общем-то, свое мнение. А вы-то ушли, например, в знак протеста или так, или контракт закончился? Нет, нет, я ушел, там был период определенный, мы договаривались, что там как раз было назначение губернатора первого, еще в 2005 году, что нужно было усилить информационную составляющую. Этот период как бы мы прошли, прошли там выборы мэра, после чего, ну, как бы задачи были выполнены, ну, и, на мой взгляд, мы так расстались очень хорошо. Я вот перешел тогда на работу в группу компании «Ренова» сразу же. Вот, ну, с тех пор, в принципе, мы с Олегом Анатольевичем никак особо не пересекались и не дискутировали. Слушайте, а вот я тогда в Москве жил, а в те годы у вас уже не было, да, пресс-конференции в прямом эфире для пресса? Нет, вот я хочу сказать, что как раз где-то вот с 2004, наверное, ну, мне кажется, по седьмой вот год, где-то они все-таки проводились в Черкунова достаточно регулярно. Это в 2008 году, когда вот он уже создал свой блог в живом журнале, ушел вот в сторону абсолютно виртуального общения. Вот, по-моему, тогда это прекратилось, но при мне я отлично помню, что мы несколько пресс-конференций проводили и у него там в кабинете, и в общем зале заседаний. И я помню, что он, в принципе, с удовольствием в тот момент еще общался с журналистами. Может быть, потом ему это разонравилось. Ну, Черкунов он разный, то есть на том этапе он был одним, то он, к сожалению, изменился. То есть, Олег Анатольевич ушел по-латински. Не прощаюсь. Нет, он ушел по-латински, прощаюсь. А, прощаюсь. Написал в своем этом в Wordpress'е, черкунов.me. Вы читали? Да, я читал там. Там, по-моему, примерно так, что... Венции, вот, hoty, facient или meliora potentis. Перевод, что там я сделал все, что мог, пусть следующее сделают лучше, что-то такое. Вот даже вот это латинское прощение, это тоже определенный знак, да? Ну, я думаю, что да. Чего? Ну, Олег Анатольевич, мне кажется, он себя мыслит как такую часть европейской цивилизации, как представитель более какого-то цивилизованного мира, более продвинутого, который пытается эту цивилизацию перенести на пермскую почву. И, ну, такая аналогия, да, может, не совсем уместная. Прорубить там окно в Европу, грубо говоря, да? То есть... Давайте признаем, что век образов пиара и рекламы, всемирного пиара, ему удалось. Я сам лично читал статьи в New York Times по-английски. Некоторые, правда, точно заказные, потому что там есть секция туризма, там все заказные статьи, которые выходят за бюджеты городов туристических, да? Большие статьи, красивые. Так я не спорю, я считаю, на самом деле, вот почему вы спросили еще, почему я ушел, так я ему сказал откровенно, кстати говоря, Чиркунову, когда уходил, я ему сказал, что вам пиарщик не нужен вообще, Олег Анатольевич, потому что вы сам себе пиарщик. Ну, это действительно так. То есть, он генерирует сам идеи, сам, значит, наполовину их исполняет. То есть, это человек, у которого фонтан все время идей, и как бы он практически, так скажем, ему сложно советовать что-то. А английский хорошо говорит, я сам слышал. Да, поэтому в плане пиара он действительно вот именно не внутри региона, он, мне кажется, ему внутри региона пиар особо и не был никогда интересен. Видимо, он о нем только вспоминал тогда, когда вот начинались наезды там из Москвы, очередные там телесюжеты на федеральных каналах. Он гейлодок, у меня упал рейтинг, надо, значит, что-то делать. А в принципе, у него весь пиар, в основном он нацелен, конечно, на вне. Вы правильно говорите, очень много было материалов в западных различных изданиях, там, в New York Times, там, в других федеральных СМИ. Вот, то есть Черкунов себя позиционировал в такой вот, в таком сообществе федеральном, прежде всего, как такой продвинутый губернатор, который вот в провинции, в глухой там, как там выразился кто-то, я не помню, на программе как-то раз «Честный понедельник», что Пермь была ужасным, там, серым городом, там, до того, как туда не пришел Гельман, какой-то москвич, который вот когда-то был, видимо, в Перми в детстве, и вот приехал вместе с компанией, там, гельмановских друзей, и типа, как круто. Ну, когда я жил в Москве в те 10 лет, так и казалось, из Москвы глядящий на Пермь, что здесь как-то весна наступила интеллектуально. Поэтому я понимаю приезжих интеллектуалов, которые на форуме выступали. Знаете, что скажу, внутренне, значит, мне тоже, может быть, вот многие эти интеллектуалы, которые там приезжают, которые здесь стали появляться, многие из них мне тоже там близки, там мне вот очень нравился, например, Эдуард Баяков, который здесь появился тоже благодаря, в принципе, Гельману, да, который создал театр «Сцена молод». Жаль вот, что он уехал, но я надеюсь, стивали и текстура вот эти будут здесь продолжаться. Вот, безусловно, вот Курензис, я уже сказал, тоже, в принципе, появился благодаря этой тенденции, но... Курензис очень дорогой. Очень дорогой, согласен, поэтому мне пока дальнейшие перспективы тоже до конца непонятны. Ну, а что хочу сказать? Вот, Олег Анатольевич очень увлекся именно вот этим вот направлением, он как бы ушел в эту сторону, а совсем забыл о том, что все-таки в регионе, кроме там, ну, там сотни, наверное, интеллектуалов, там, может, тысячи, я не знаю, там, блогеров, там, продвинутых, там, значит, и пользователей соцсетей, все-таки еще есть люди, все-таки у нас почти 2 миллиона жителей в Пермском крае, да, и, наверное, ну, из них там, наверное, 90% они живут все-таки... Всего 2, это мол, 3? Нет, около 2. Они все-таки, вот эти 90% из этих 2 миллионов, они все-таки живут немножко другими, значит, заботами, им как бы не столько хочется там посмотреть там новую выставку в музее Перм, сколько, значит, получить качественную там медицинскую помощь, желательно не умереть там, пока ждешь приезда скорой помощи, чтобы дети смогли попасть в детский садик, потом, значит, в школу, вот, потом поступить в университет, чтобы все-таки была конкуренция в сфере, скажем так, там, продажи товаров, продуктов, чтобы их можно было купить по доступным ценам, чтобы дороги были. То есть, все-таки 90% людей, ну, они их как бы, ну, нельзя игнорировать. О, а у нас получилось так, что вот Олег Анатолий Черкунов был губернатором, там, для 10%, наверное, если не меньше, жителей Пермского края, ну, и для московской еще интеллектуальной. Нет, а парадокс, знаете, что, казалось бы, интеллигенция должна его полюбить. Она его внутренне любит все еще, да, она странной любовью. Ну, тут выходит на митинги без конца. Тут гораздо, мне кажется, немножко более сложный вопрос. Или есть славянофилы и западники? На самом деле, я хочу сказать, что у меня тоже к нашей пермской интеллигенции там неоднозначные отношения. Есть часть, действительно, которых я глубоко уважаю. Вот так же, вот, вы упомянули Надежду Владимировну Беляеву. Ну, безмерно уважаю ее, хорошо очень знаю. А сколько у нее оппонентов? Вот, и, безусловно, то, что вот так там обошлись с галереей, там, с ней, там, и, ну, это как бы одна из, я считаю, как бы, вот, ключевых ошибок. Исаокян, Георгий Георгиевич, да, там, Курензис, здорово и прочее, но потеря Исаокяна для Пермена... Сколько золотых масок? Больше, чем Курензисов? Ну, согласен, соглашусь. Нам долго больше. Именно поэтому мне вот очень жалится Исаокяна. Вот эти, это как бы вот эта часть интеллигенции, ну, безусловно, то, что вот мы потеряли там и теряем за вот этой однобокой политики культурной, это есть другая там часть интеллигенции, наверное, которая просто потеряла какие-то, возможно, заказы там. А, да, я еще в первой части, конечно, забыл Алексея Иванова, я не называл, значит, условно, тоже. Это громадная потеря, что он сегодня, значит, по сути, в Перми, насколько я знаю, не бывает. Алексей Иванов такой же, как Алик Анатольевич, он сидит там у себя, забаррикадировался, к нему не пробьешься. Ну, я его лично не знаю, вот в отличие от Исаокяна и от Беляевой, но я просто говорю про тех, как бы, что интеллигенция есть действительно часть, которая, на мой взгляд, заслуженно там критикует и выступает там против Гельмана и как-то вот выражает свой протест, а есть другая часть, которая на самом деле, на мой взгляд, ничем как бы не прославились, а просто потеряли там какие-то хлебные должности или бюджетные деньги. У меня стоят первые гости у меня на кухне. Да? Жаль, что не стоят. И из этих ста гостей, да, несколько десятков, многие поминали Олега Анатольевича, часто и добрым словом, да, в кадре и за кадром. И мне, если напоминаю, знаете, вот первую жену, которую, значит, бросил муж интеллигентный, она тоже интеллигентная. Вот напомнить прошлую любовь, но как бы сейчас и затаила некоторую, так сказать, да, недоброжелательность тайную. Вот, хотя вот эта связь существует все еще, потому что вот как любить нового губернатора от этого? Олега Анатольевича можно было любить, да, вот за эти его прибамбасы и прибамбахи. Ну, давайте мы, значит, господина Басаргина не знаем никто, и вот вы правильно сказали, что я вообще противник, если честно, чтобы заведомо там ставить оценки только потому, что вот он не был там выбран, значит, значит, будет, видимо, по-прежнему. А он сегодня сказал, что вот на переходный период, но потом, он, знаете, говорит, он говорит, мы, Николай Второй, то есть, да, всегда поддерживали возвращение выборности губернаторов. Мы это кто? Ну, опять же, вы мне задаете вопрос, на который я не могу ответить, это надо спросить, наверное, нового губернатора. Мы это, наверное, имеется в виду. Владимир Владимирович? Я думаю, что он имел в виду федеральные власти, скорее всего. А, региональный, 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 я думаю, что в том числе, наверное, и министерство. Вот, а что касается выборов, ну, наверное, действительно лучше бы, чтобы, наверное, все-таки со временем они были, вот, безусловно, всегда лучше выборы, чем, значит, назначение. Хотя, к выборам тоже можно относиться неоднозначно, потому что, к сожалению, у нас выбирают часто по принципам, там, грубо говоря, денежных. То есть, вы сейчас не с советом 24 декабря бывшим, который сейчас за прямые выборы? Ну, я вообще прагматик, я вам хочу сказать. Меня вот деятельность совета 24 декабря не устраивает, потому что там люди, на мой взгляд, неадекватно оценивают реальность. Я понимаю, там, там, часть, может быть, из них романтики, там, часть, там, обиженная, там, часть, там, какие-то свои преследуют цели. Но я всегда сторонник того, чтобы оценивать реальность, значит, объективно и как данность, питься данную нам в ощущениях. Сегодня мы стоим перед тем, что факт свершился, правильно? А вы читали последнюю строчку Олега Анатольевича в его прощальном послании, которое... Ну, я ее не помню, я читал, но я не помню, не читайте. Не стоит слишком большое мнение уделять, внимание уделять роли государственных чиновников в развитии края. Да, сегодня роль велика, но может быть и по-другому. Именно в Пермском крае. В созидательных процессах инициатива должна исходить из общества, от общества. Сегодня я стал частичкой этого общества. Ну, то есть, вы намекаете, что он сам войдет, что ли, в Совет 24 декабря? Ну, как читать эти строчки? Нет, я понимаю так его завещание, что он говорит мне, Влад, вот теперь ты давай это что-нибудь делай сам. Ну, как, не знаю, зонализм, блогер, как меня назвать? Ну, знаете, что я вам так скажу? Олег Анатольевич, у меня не вызывают вот эти его тирады, к сожалению, никакого доверия, потому что, к сожалению, я в его искренность никогда не верил. Может быть, только в самом начале и не верю. Потому что я уверен, что если бы Черкунов оставался губернатор... Господь, не проработав, вы ему не верите уже? Ну, я, честно говоря, когда я с ним работал, многие вещи я понимал, что, значит, они довольно искусственные. Ну, ладно, другой вопрос. Вы где-то видели? Вы с ним, наверное, вместе и пили, и ели? Нет, такого не было. Олег Анатольевич, он в этом смысле... Он не дружит с сотрудниками? Нет, нет, нет. И, кстати говоря, это правильно, значит. Ну, давайте вот мы начали просто не о том, да. Я вот уверен, что если бы была ситуация, когда Черкунов понимал, что ему ничего не угрожает, и что он может спокойно работать губернатором там до 15-го года, до конца срока своих полномочий, я думаю, что и никаких заявлений бы он не делал о том, что необходимо провести выборы, что он уйдет, я думаю, что этого бы ничего не было. Это была как бы игра на опережение. То есть, когда Сурков ушел в декабре из администрации президента, все-таки Сурков, это была его главная, на мой взгляд, там, опора и поддержка, он понял, и, видимо, еще какие-то были признаки, там, приход Володина, он понял, что, видимо... Он всегда его отмазал, да? Кто Сурков? Ну, Сурков, на мой взгляд, был его главным лоббистом. Я не знаю всех тонкостей, это мое мнение. Мою мысль я просто расскажу. И когда он понял, что, видимо, он может уйти не по своей воле и не очень хорошо, он вот и сделал это заявление о том, что он такой демократ, либерал, что он не держится за власть, что вот надо провести выборы, и ради этого он готов уйти. На самом деле, я думаю, если бы Сурков бы оставался, если бы угроз никаких не было, я думаю, что Черкунов бы никаких заявлений не делал, и тем более сейчас не писал бы, что он станет частичкой общества, а был бы, как и раньше, частью системы и частью путинской вертикали. Тем более, что он там в течение семи лет своего губернаторства очень выгодно для себя вот эту путинскую систему использовал, при том, что он там в 2000 году писал статьи, где там он критиковал Путина и говорил, что нас ждет там диктатура и прочее. Тем не менее, он отлично в эту вертикаль встроился, и эта вертикаль дала ему неограниченные возможности, на самом деле, для того, чтобы выстроить абсолютный режим личной власти в Пермском крае. Я хочу сказать, что такого режима личной власти, как у Черкунова, не было ни у одного губернатора проигумного, я вообще не говорю, ну, даже у Трутнева, не было вот этой системы, когда все замыкалось на одного человека. Вот. У Черкунов это выстроило, то есть, его все устраивало все эти семь лет, с удовольствием он, значит, эту вертикаль использовал, ставил, как пешки везде своих людей, все замыкал на себя. Вдруг он неожиданно прозрел, значит, и понял, что, значит, все это получается, вот, видимо, не его. И надо провести выбор. Я в это, к сожалению, не верю. И вот в эту тираду тоже это все продиктовано, сложившаяся ситуация, это игра. Я не исключаю, что при определенном там развитии событий, если Олег Анатольевич никаких позиций там не займет, где-то на федеральном уровне значимых, он вполне может создать какую-то партию там, или общественное движение со своими друзьями там, в Базболотной площади. Я думаю, его Медведев возьмет в открытое правительство. Ну, может быть. Выступать на этих международных разных форумах за демократию. Может быть. Вот, вы знаете, к нам приехал ревизор. Еще один. Он сказал, будем ревизовывать, что такое ревизовывать, отдельное решение. Это кто сказал? Посадим. Ну, это его право, я считаю, новый губернатор, он, значит, имеет право... А что такое ревизовывать? Это к ревизе или другое что-то? Или пересматривать? Ну, на самом деле, имеет это слово, на мой взгляд, два значения. Вот вы правы абсолютно, что под этим подразумевать, пока мы не понимаем. То есть, ревизия – это либо аудит, то есть, это проверка, там, расходование, например, правильного бюджетных средств на те или иные направления, либо же это изменение вектора просто, то есть, перемена, смещение акцентов, там, с одних направлений на другие, либо это... А что вы еще запомнили у него из речи? Потому что я же не могу протестировать. Вот здесь мой компаньон все расшифровал, но я слушал живую эту речь. Мои мозги как-то не понимают это. Что самое вам приятное? Самое приятное? Что инвестиции будут в году, да. Но мне, как представителю ЖКХ, конечно, самое приятное, что впервые, наверное, за очень долгие годы губернатор Пермского края говорит о том, что изношена инфраструктура и что надо этим заниматься. Вот это лично для меня, как для человека, который изнутри эту ужасную ситуацию в ЖКХ знает, это было приятно. Я немножко знаю здравоохранение и ситуацию, я вам уже сказал, сколько много там знакомых. И было приятно услышать, что и по здравоохранению. Может быть, вот этот безумный, абсолютный эксперимент с фондодержанием, с подушевым финансированием, он может быть прекратится наконец-то. Кстати говоря, такой же эксперимент проводили и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и решено было отказаться от него после того, как там выросла смерть. Но сегодня ни в одном больше регионе нет такого подхода, как у нас в здравоохранении, с фондодержанием, с подушевым финансированием. Вот Пасаргин нас обрадовал, сказал в конце, буду активно следить за СМИ. Ну, это тоже важно. И работать с озвученными ими проблемами. Вот он так вот это и имел в виду, что он... Вы знаете портхозы актива 67-го года? Да, так это же хорошо. Вы удивитесь? Вот опять же, кираду я небольшую, у нас есть время еще с вами? Нет, несколько минут. Ну, вот на самом деле, я считаю, вот вы удивитесь, но я считаю, что самая эффективная журналистика была в советское время. Да, тогда, как бы, наверное, критические материалы, они тоже не появлялись просто так. Но зато уж если он появился, значит, и критикуемый там, особенно если это кто-то из инструкций, он клал сразу паркбилет на стол. И я считаю, вот, кстати, я уважаю очень это поколение, я уже вам сказал, хотя Басаргин, он чуть моложе, но в принципе он тоже ученик, по сути, русселя и птенец его гнезда. Они все-таки умели работать с кадрами и умели работать с журналистами и с прессой. Слушайте, тут вот обеспокоенные люди спрашивают. Интересно, с подвохом. Интересно, теперь Рифей станет независимой телекомпанией? Ну, я вам хочу сказать, что Рифей, насколько я знаю, значит, там контрольный пакет акций принадлежит, в общем-то, структурам группы X. Соответственно, пока я не слышал о том, что он собирается продавать этот пакет, вот, поэтому, ну, как говорится, кто собственник, наверное, тот и будет продолжать оказывать влияние. Он же ведь не канал краевой администрации. А Басаргина есть свой бизнес? Никто не знает. Ну, насколько я знаю, у него нет бизнеса. И даже домов нет в Швейцарии. Ну, вроде бы нет. И дети будут в России, вы говорите. Ну, в Екатеринбурге, да. Единственный негатив, какой я нашел по нему, что там его внука возили там с мигалкой, якобы, в школу-то. Ну, опять же... Ну, вот, известный блогер Федор Коршенинников тоже печатается на их Москвы-блогах, да. Он очень непечатанно отозвался о нем. По Сергине? Видимо, знает его по Екатеринбурге. А кто это? Он за Екатеринбург? Это такой известный политолог-блогер, ну, такой яркий. Ну, я его просто не знаю, поэтому как, ну, мало ли, кто там про меня там кто-то там отзовется, там, кто, там, может, я кому-то там не понравилось, там, как выгляжу, там, или галстук мне не понравился. Тоже напишут про меня там. Ну, как бы я вот привык, честно говоря, вообще мнение о людях, этим составлять на личном общении. Ну, хорошо. Вернемся к началу. Вы сказали, что Лето Антон, что теперь частное лицо, и вполне может прийти и к тебе на кухню, Влад. А почему бы и нет? Чиновников я не приглашаю, а тут, вот, поэтому, если увидите, вы передаете. У вас есть право номинировать в будущем. Я, как бы, с ним не общаюсь, если там у вас другие есть каналы, пожалуйста. Ну, в интернете он не реагирует, ему там пиши, хоть не пиши. Ну, через Аркадия Борисович Кац, вот, пишет зато на Фейсбуке, поэтому, может быть, через него можно. Да, у Аркадия Кац вышел большой материал, и Евгений Сапира высказал, и Оман Юшков. Я все эти статьи вставлю в блог после вашего видео. Ну, вообще, новая жизнь началась. Ну, я на самом деле смотрю с надеждой. Я вот считаю, что перемены нужны Пермскому краю. Выборов не дождемся в этом году. Так, я же уже сказал, что нужно быть прагматиками, но если их не будет, то, наверное, надо исходить из той реальности, которая есть. Поэтому... А может, вы рано сдаетесь, нет? Ну, думаю, что нет. Думаю, что выборов не будет, к сожалению, но их не будет. А помните, в прошлом году тоже там что-то вот Путин с дядей мечтали, а потом в случае декабрьских событий, как-то все планы у них чуть-чуть изменились. Ну, я думаю, что таких событий у нас сейчас не будет в ближайшее время. Но осенью будет кризис мировой экономический. Ну, вот если будет экономический кризис, тогда, наверное, и поговорим. Тогда, да, я согласен, что если проблемы в экономике реальные начнутся, наверное, может быть очередной. А у вас хватит денег на полгода максимум на пенсии и так далее? У кого у меня? Ну, в России нет. Ну, это я не знаю. Я просто говорю, что если будет кризис, то, безусловно, тогда ситуация будет меняться очень быстро, возможно. Но на сегодня пока никаких предпосылок для новых каких-то протестных массовых действий не вижу ни в Перми, ни в Перми. У нас сегодня был прагматик и оптимист Николай Иванов, бывший пресс-секретарь губернатора, а ныне ВПРщик и политтехнолог. Я директор вообще-то по связям с общественностью ООН Новогорприками, это моя основная работа, а всё остальное, ну, это так, хобби больше. Как и у меня. Да, наверное. А как вы думаете, будущее за какой моделью власти и за какой моделью журналистики? В Пермском крае или вообще? Да. В Пермском крае. Но я уже об этом писал, я могу ошибаться, но это мой прогноз такой. Сотрудничество или война? Ну, я думаю, что войны не будет, как-то у нас не принято. Потому что вот эта гадская ситуация, униженная, мне кажется, никому не нравится. Ну, тут сейчас зависит всё от Виктора Фёдоровича Басаргина, то есть, если, конечно, он начнёт пачками вести в Перм, там, своих людей из Москвы, из Екатеринбурга и расставлять их на руководящие посты, то я думаю, что реакция будет не очень хорошей в элитах и в городе. То есть, если действительно он поймёт, и вот как он сегодня сказал, и хватит ему мудрости напираться всё, и на местные кадры, и не ломать там всё, и не устраивать передел, я думаю, что довольно всё должно быть спокойно в этом случае. А про модель там в целом, про стиль управления, ну, мне кажется, будет что-то близкое к стилю управления Росселя в Свердловской области и Гумного у нас. Я не говорю о том, что будет абсолютно похоже, но я думаю, что вот будет примерно вот что-то такое, как мне кажется. Вот на этом и закончим. Спасибо вам. Вам спасибо. Будем ждать хорошей жизни. Ну, всегда хочется верить, надеяться на лучшее.